В 19 образовательных учреждениях Краснокамского района летний отдых и оздоровление детей организованы в форме дневного пребывания. В продолжительности смены 21 день в детских лагерях будут проводиться всевозможные творческие спортивные мероприятия. Сотрудники средней школы села Куянова свои мероприятия посвятили году литературы. И каждый прошедший день фиксируется в форме фоторепортажа в книге-летописи. 1 июня наша школа открыла двери для 315 учащихся в наш пришкольный оздоровительный лагерь. 270 обучающихся у нас ходят в лагерь Центра дневного пребывания, а 45 детей ходят в профильный лагерь по двум направлениям. Первое направление у нас художественное. Здесь дети отраскрывают свои творческие способности. Это и компьютерная графика, и резьба по дереву, и вязание. И второе у нас лингвистическое направление. Здесь у нас отрабатывают и английский язык, и русский язык. Каждый год, можно сказать, мы позанимаем призовые места. Например, в прошлом году у нас профильный лагерь присвоили ему звание «Лучший лагерь мастер». До этого мы участвовали в конкурсе Центра дневного пребывания, и они заняли второе место в республиканском конкурсе «Лучшие оздоровительные воспитательные системы сферы отдыха и досуга и оздоровления детей». Также в прошлом году мы даже на российском уровне участвовали и получили сертификат участника. Наша программа являлась одной из лучших программ профильного лагеря. Еще одной изюминкой школы села Куянова является музей советской техники, где дети по возможности изучают историю на конкретных предметах. Здесь есть и самые первые видеокамеры, граммофоны, радиоприемники, телевизоры, телефоны. Даже можно посмотреть немое и звуковое кино на самых первых кинопроекторах. Все это появилось благодаря учителю, который всю жизнь собирал такие прекрасные экспонаты. В курсе физики остались темы, которые раньше широко использовались в технике. Запись магнитная, звука, фотография. Все это надо было детям показывать. Сначала в Лабарантской я держал оборудование, а потом постепенно небольшой уголок музейный сделал. И это уже третье помещение по размеру. Переезжаю, переезжаю, и все увеличивается и увеличивается. Экспонаты несут и дети, и взрослые. Экспонаты в основном здесь, не в основном, а здесь все сделано в СССР. Такой, придерживаюсь я такого возраста наших экспонатов. Все они рабочие, в рабочем состоянии. Детям очень интересно в любом случае, на любом уроке. Они, 90% детей, ни пластинку не видели в рабочем состоянии, если только где-то у бабушки валяется и все. Не видели на катушках запись магнитофонную, тем более патефон в рабочем состоянии. Никто из них не видел, всем интересно. И все удивляются. Если тем более взять, например, кино, вот это наше на стену, тоже никто из детей не видел. До 11 класса точно ни один не видел, только здесь это кино видят они. Калькулятор механический. А в селе Новонагаево также дети свое утреннее время проводят в школьном лагере. Во время приезда нашей съемочной группы дети увлеченные играли в пионербол. О том, как организован отдых детей, сообщил нам сам директор школы села Новонагаева Рафис Нурьяхметов. У нас три отряда, всего 75 детей отдыхают, поправляют здоровье, развлекаются, играют, веселятся. Как раз позавчера в бассейн ездили, в музей съездили в городе, в село Никола-Березовка. Ну, мероприятия очень интересные. Вот сегодня мероприятия, к сожалению, не успели приехать, это было. Алло, мы есть им таланты там, какие спектакли, сюжеты ставили, танцы придумывали вчера сами девчонки. Ну, еще что хочу сказать. Каждый матральный, кроме воспитателей, учителей есть, старшие ученики, ученицы, как и помощники, воспитатели, вожатые, тоже им, тоже интересно, с одной стороны, самим детям. Активно помогают, активно участвуют, себя с разным сторон помогают. А у нас вот одна зердочка есть, рожденой камел. На сегодняшний день во всех центрах созданы все условия для отдыха и здоровления детей. Полностью укомплектованные штаты, все педагоги и воспитатели прошли медосмотры, гигиеническое обучение. Каждое учреждение имеет свою воспитательную программу. Всего с 26 июня 2015 года будут функционировать 19 центров дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений. Открывают свои двери для детей в этом году такие центры летнего отдыха на базах школ, села Актанышбаш, Никола Березовка, Новокабаново, деревня Новая Бура, села Музяк, села Новокейлок и в остальных. Кроме того, примут детей и профильные лагеря. Своих подопечных будет принимать и детский здравительный лагерь круглосуточного пребывания КАМА, в котором планируется провести 4 смены. В этом году мы планируем 4 заезда. Сейчас у нас идет первый заезд по общей программе, по комплексной программе «Будущее – это мы». Второй заезд у нас будет, профильный заезд, это программа «Эрудит» будет. Далее будут продолжаться программы по комплексной программе «Будущее – это мы». В каждом заезде у нас будет 66 детей, 4 заезда, где детский лагерь наш подготовился для приема детей. Созданы все условия для того, чтобы дети отдохнули. Основная наша задача и цель нашего лагеря – это оздоровление детей, охрана жизни и здоровья детей, физическое воспитание, умение прививать навыки жить в группе. У нас очень хорошо оборудована футбольная, волетбольная, баскетбольная площадка, есть теннисный стол, где дети отдыхают. Много у нас проводится развлечения. Это и КВНы, и развивающие игры, мероприятия. Вот на сегодня мы планируем сходить, у нас тут приехал цирковой, вернее, зоопарк, мы собираемся идти туда. Мне в этом лагере очень нравится. Я здесь нахожусь с 1 июня и собираюсь провести свой отдых до 21 июня. Домой мне немножко хочется, ну, скучаю по родителям, а так все очень нравится. Я в лагере с первого дня, мне здесь все очень нравится, вожатые, каждый день у нас мероприятия. Сегодня я выступал, был посидоном. Мне играть нравится, кушать. Мне здесь очень все нравится. Вожатые тут хорошие, режим дня хороший. Учимся показывать, не стесняться, показывать себя, показывать свои таланты. За летний период 2015 года 75 сирот и 25 детей, оставшихся без попечения родителей или в трудной жизненной ситуации, будут охвачены отдыхом в загородных лагерях.